Создатели автостопа люди достаточно принципиальные, можно сказать, правдорубы. И проводиво говорим, что последнюю машину с нуля покупали до дефолта, после которого нас до сих пор плющит и колбасит. Но хотя бы раз в месяц мы отправляемся на поиски приключений, типа, а не купить ли нам, а счет чего, для удовлетворения автомобильных амбиций. А почему бы и нет? А почему бы и не на ЦГЕ? Тем более, что выбор огромен. А рожденный в мае должен маяться по жизни. Вот такой его кредо. Я маюсь, кстати. Чем я маюсь? Телевидением я маюсь, автоманией я маюсь. И самолетами. Но на самолеты денег нет. На самолетах мы ездим в Турцию, Египет и куда подальше. А на автомобилях мы ездим. Почему сегодня столько оптимизма? Да потому что мы пришли на автоморе ЦГЕ. Недавно купались в море и будем купаться в море. Но такого количества авторыбок ни в одном море я не видел. А здесь на один квадратный метр их более чем предостаточно. Ну давайте поговорим о цифрах. Сколько их здесь? Их здесь больше 400 штук. Знаете, можно на левый берег не ездить. Да и народ уже перестал, честно говоря, туда ездить. Но мы ездим. Кое-что выбираем. Выбирать здесь. Здесь вообще-то все уже более чем доступно. Вы когда-нибудь видели автомобиль стоимостью, вот допустим, тысяча, двести, тысяча, триста долларов? Хотите купить? Да легко. О том, как это правильно сделать, мы вам расскажем. Ну и в конце концов, в преддверии своего 33-летия, я могу себе позволить кое-что спортивное. Глаза здесь разбегаются не только от наличия и разнообразия автомобильных марок, но и от цены. И разбег цен таков. Начинается все примерно от 600 долларов. И теперь пусть кто-нибудь мне скажет, что я не могу на день рождения, на юбилей или на свадьбу подарить автомобиль. А теперь немножко жесткой правды. Мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки. Люди, которые неопытные в области получения кредитов и дальнейшего расплачивания с ними. Я как человек более чем опытный, потому что все, что в этой жизни я приобрел, я приобрел в кредит. Но купив трехкомнатную квартиру, я себе могу еще позволить ездить на трех автомобилях. Присмотрел уже и четвертый. И свой семейный бюджет я планирую таким образом, чтобы не тратить все деньги на расплачивание с кредитами. Ничего страшного. Для себя я не вижу в том, чтобы, допустим, купить Максиму в подарочек. Мазду, 91-го года выпуска. Точнее, не Максиму в подарочек, а его жене в подарочек. Сколько это будет стоить по месяцу? Ну, примерно. 4 тысячи. В течение трех лет обременительно нет. Но давайте еще похохмим на теме, кто все-таки купил себе в кредит холодильник, стиральную машинку, плазменный телевизор и все остальное. Поверьте мне, во всем мире в кредит покупаются либо квартиры, либо машины. А на все вот это, то, что вы уже приобрели, смотреть будет страшно, потому что в вашем холодильнике уже и кушать-то нечего. Я этому дяде с большими ушами, который стоит сейчас за камерой и собирается дарить моей жене какие-то подарки. Мазду сентя за 115 тысяч рублей в кредит. Уши-то пооборву. Но сейчас не об этом. Сейчас о самой высокой цене в нафтоцентре ЦГЭ. И цена, по-моему, не должна никого напрягать. Это 1 миллион рублей за вот этого красавца. Mercedes Legend Wagon. 1 миллион рублей за дизельный джип. Но и не только легендарными автомобилями за вполне доступные цены в свет автоцентр ЦГЭ. Есть и не менее легендарные Хонды. Прошу прощения, не Хонды, а Акуры. Хонды, сделанные для Америки. Почему я называю Акуру RSXS Type легендарным автомобилем? Все очень просто. В Need for Speed Underground этот легендарный автомобиль только меня и выручает. Дергает он из Skyline и Toyota Supra. А здесь он, в городе Магнитогорске, может дернуть любой переднеприводный автомобиль. Почему? Потому что в двухлитровом двигателе здесь 210 лошадиных сил. Ну и это не предел. Небольшая доводка, чип-тюнинг и уже 250 лошадиных сил. А вы знаете, меня порадовало еще и одно известие. При очень большом и глубоком тюнинге этот автомобиль пролетает 400 метров за 9,2 секунды. Все-таки любой автомобиль легковой, он тянет из вас немножечко денег. Постоянно. Но есть категория автомобилей, которая не тянет, а зарабатывает для вас. Это вот такие вот грузовички. Алексей назвал их убийцей газелей. Почему? Потому что с супер-салоном, с кондиционером, с дизельным двигателем, они стоят 260-280 тысяч рублей. Газели. Но для меня самым интересным показался вот этот вот. Ису-Дзу Эльф. Дабл Кэп. Мечта. Мечта оккупанта. И мечта того, кто ездит постоянно в деревню. Имеет домик в деревне. И чтобы окончательно убедить вас в демократичности и доступности цен на автоцентры ЦГЭ, мы зашли сюда. Павильон Маннов. Подивились на импортные масла и комплектующие для отечественных автомобилей. Вы знаете, удивились почему? Да потому что цены самые низкие в городе. Ну вы, наверное, все уже знаете, что в отличие от Алексея, я владею не только иномаркой, но и отечественным автомобилем. Каким? Волгой. По нашему мнению, это самый лучший из российских. Но так как отечественный, приходится покупать запчасти. Где это делать? Я лично делаю это в автоцентре ЦГЭ. А вы?